Фото на память и поехали! Восемь художников из Перми, Вологды и Березняков в полном обмундировании спускаются на глубину почти 400 метров, чтобы своими глазами увидеть всю красоту калийной шахты. Это один из этапов Всероссийского фестиваля конкурса художников «Время вперед!». Клеть останавливается, выходим наружу и путешествие начинается. Потом дополнительно крепят. Я влезу, что на шахте. Я не забываю. Это будет сама? Да, это сама. Ксения Козлова – художница из Перми. Известна на всю страну. Пишет картины в стиле реализма. Ее работы выставляются в лучших музеях страны и даже в Государственной Думе. В шахте Ксения не в первый раз. Однако признается, что впечатление от поездки сложно описать словами. Особенно поразилась работа и комбайнеров. Им и посвятит свою работу. Необыкновенно просто. Необыкновенная поездка. И самое главное, конечно, это, я считаю, героизм людей, которые работают на такой глубине. Просто с благоговением отношусь к этому труду. К тяжелому, но очень такому важному. Еще одна участница фестиваля – Мария Голыванова. За спиной девушки 11 лет академического художественного образования. Большой стаж работы в сфере искусства. Десятки организованных выставок. В конкурсе художница участвует второй раз. И, кстати, сегодня исполнилась ее давняя мечта. На самом деле я уже лет 6-7 мечтала попасть именно на Уралкали, потому что здесь самые красивые шахты в России. В данное время это очень важно для страны, для подъема статуса вот именно человека труда, потому что, ну, мне кажется, что человек труда – это самый главный герой страны. И это очень важно актуализировать и через искусство тоже. Отмечу, что провести экскурсию получилось благодаря сотрудничеству компании «Уралкали» и кураторов уникального федерального художественного проекта. Организаторы фестиваля «Время вперед!» предложили нам принять участие в фестивале и пригласить художников для того, чтобы они познакомились с нашим уникальным производством, узнали о месторождении в Верхнекамском, узнали о производстве калийных удобрений и добыче сельвенита. И, соответственно, потом как-то отразили это все на своих полотнах. Участники фестиваля сдадут свои работы в оценочную комиссию 31 августа. А лучшие картины с изображением наших родных, подземных красот, будут удостоены чести экспонироваться в Главном музее национального искусства России Третьяковской галереи и помещениях Государственной думы. Это станет возможным уже в январе 2024-го. Дмитрий Осташкин, Владимир Покровский. Наши новости.